МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем запомнится девятый сельский сабантуй, расскажет Дмитрий Иринин. Чемпионами становятся. Посуду помоют явно. Казань следит за игрой Англии и Бельгии. Что стоит на кону и насколько важна победа в этой схватке, выяснял Рамиль Шайдулин. Это стихи о державе и людях. С любовью к собственному городу, с любовью к женщине, с любовью к друзьям. Кому в этом году вручили литературную державенскую премию? Альвина Слагараева. Праздник у родника в среднем 9-го 10 лет. Надо испытать, попробовать. И все будет понятно. Почему в очередь за водой из Лаишевского района выстраиваются казанцы и даже москвичи Лина Зинатурына? Целая деревня с колодцами и мельницами. Все это построили для всероссийского сельского сабантуя. В этом году татарский национальный праздник прошел в Курганской области, близ села Альменево. Праздник объединил все народы и национальности. На гуляние приехали несколько тысяч человек из двух десятков российских регионов. Гостем стал Рустам Мениханов, а сабантуя по-зауральски Дмитрий Аринин. Традиции взбираться на столб и ходить по бревну добрались и до Зауралья. И за тысячу километров от Татарстана традиционный сабантуйный антураж. С такой органичной организацией 9-го сельского сабантуя всех собравшихся поздравил Рустам Мениханов. Для большего колорита местного губернатора президент облачил в татарский национальный халат. Такие праздники для нашей страны очень важны. Это мир согласия, это дружба, это традиции. Мы должны ценить любую традицию. Русская, татарская, башкирская, щуварская. В аграрной многонациональной Курганской области сабантуй устраивают уже давно. И праздник всем полюбился. И пока проводятся такие праздники, такие сабантуй, наше государство едино и непобедимо. Для праздника вблизи села Альменево построили целую сабантуйную деревню с колодцами и мельницами. Гостям открыли двери 14 подворий разных народов. Традиционные славянские, местные зауральские, казацкие, башкирские и татарские. Нашу республику представил Кукмарский район. Зашедших развлекали танцами, угощали чак-чаком и показали знаменитые кукмарские валенки. А в башкирском подворье метким лучником себя показал Василь Чехразеев. А в это время на ипподроме закусили у дела. Первые парни в сабантуйной деревне – батыры и наездники. Кто будет главенствовать на Майдане, выясняли в шести весовых категориях. А на скачках к финишу стремились полсотни жакеев. Детям отдельный детский сабантуй с познавательными конкурсами о традициях разных народов. Всех гостей масштабного гуляния до позднего вечера на сцене развлекали национальные коллективы, в том числе и из Татарстана. Дмитрий Аринин, Марат Кусаинов, ТНВ, Курганской области. В Кургане Рустам Мениханов также провел переговоры с руководством региона. Было подписано соглашение о сотрудничестве с областью. Планируют расширить товарооборот. Сейчас он составляет более 1 миллиарда рублей. Татарстану интересна продукция машиностроения, фармацевтики, агросектора Курганской области, в свою очередь наша республика, может нарастить поставки грузовых и легковых автомобилей, стекла, шин, труб, моющих средств. Сегодня в борьбе за третье место на чемпионате мира на питерском газоне сошлись сборные Англии и Бельгии. Команды уже встречались на групповом этапе в Калининграде. Тогда бельгийцы одержали победу. Как, впрочем, и на этот раз. Счет 2-0. Ряд аналитиков задолго до игры считали, в этом матче у них больше шансов на победу. Причина – молодой состав англичан. Тем не менее, болельщики ждали яркой игры. В том числе и в Казани на фан-зоне. Там сегодня не протолкнуться. На кого ставили фанаты большого футбола, расскажет Рамиль Шайдулин. Матч обещает быть ярким. Сказать это значит ничего не сказать. По одну сторону родоначальники футбола, которым больше 150 лет, и за это время они лишь раз становились чемпионами мира, и победа в этом матче жизненно важна для чемпионской бронзы. По-другую – бельгийцы, которые чемпионами мира не были ни разу, но стали настоящим открытием игр в России. Напомним, это они в Казани одолели пятикрадых чемпионов мира. Бразильцев и пентакампионы отправились домой. Усильная команда и четкие пацаны. Они за бельгия. А я за Англию. В Англии классический футбол. Хотелось бы, конечно, чтобы они выиграли, но с другой стороны, Бельгия, они молодцы впервые. Им бы хотелось тоже пожелать победы. Вне зависимости от исхода чемпионата, победит Россия и Казань. Три льва или красные дьяволы? Англия или Бельгия? Вопрос, кто победит, не дает покоя всевозможным букмекерам. По их прогнозам, самый вероятный счет – это ничья или 1-0. Но пока не ясно, в чью пользу. По одну сторону играют в техничный и слаженный футбол, по другую берут напором и волей к победе. Специально из Уфы приехал, чтобы болеть за Бельгию. А она почему-то за Англию. Конфликтов не возникает? Да вроде нет. Ну, посуду помоет явно. Бельгия-то выиграет сегодня. И счет какой уже 1-0. Уже на первых минутах матча бельгийцы забили свой первый гол. Время 17-21. Они ведут со счетом 1-0. Напомним, если Бельгия обыграет Англию в этой игре, то они побьют сразу два своих личных рекорда. Во-первых, возьмут бронзу чемпионата, а во-вторых, дважды обыграет Англию на одном и том же первенстве. Важнее этой игры может быть, наверное, только в финал. И пока зрители следят за сегодняшними баталиями, и здесь, на фан-фесте, готовятся к завтрашней игре. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Города-организаторы мирового футбольного первенства со своей задачей успешно справились. Такую оценку сегодня на видеосвязи для всех пресс-центров Мундиаля дал председатель оргкомитета чемпионата Аркадий Дворкович. Конкретно никого выделять не стали, отметив, что безопасность, прием команд и гостей везде были на высоком уровне. За время чемпионата стадионы посетили 3 миллиона болельщиков, треть иностранцы. Арены были заполнены на 98%. Оргкомитет и все наши партнеры, коллеги работали несколько лет. Можно оценить на отлично. Города справились. Справились во всех отношениях. И в части гостеприимства, прежде всего. И в части безопасности, комфорта для всех, кто стал участником чемпионата мира. Этот чемпионат должен дать импульс развитию российского футбола. Инфраструктуру же, особенно крупные стадионы, как в Казани, в будущем собираются использовать для других крупных международных соревнований. Хотят заявляться на проведение юношеских и женских чемпионатов, финала европейских клубных турниров. В правительстве страны будет обсуждаться и заявка на летние Олимпийские игры. Я считаю, что наша страна, Россия, достойна проведения летних Олимпийских игр. Но когда и каким образом подавать такую заявку, решать, естественно, нашему Олимпийскому комитету и руководству страны. Такое обсуждение почти не сомневаюсь будет, но все-таки, думаю, не в этом году. Сегодня в Москве, накануне финала чемпионата, в Большом театре пройдет гала-концерт. Гостями станут главы иностранных делегаций, которые приехали на финал Мундиаля в Москву, члены ФИФА, а также руководители российских регионов, которые принимали игры. В числе приглашенных и Рустам Миниханов. Ожидается, что на концерте в Большом театре будут присутствовать легенды мирового футбола и другие гости чемпионата. Концерт дадут звезды мировой оперы. На сцену выйдут Анна Нетребко и Пласида Доминго. А уже завтра Рустам Миниханов посетит итоговый финальный матч Мундиаля, который пройдет в столичных Лужниках. Заимствованные слова в Совете Федерации похожи под запретом. По крайней мере, слово «квест» точно. Именно за него сенаторы раскритиковали главу Росмолодежи. Парламентарии попросили Александра Бугаева найти замену иноязычным словам в молодежных мероприятиях. Как такую инициативу встретила молодежь и организаторы квестов, поинтересовался Салават Мухаммадуллин. Есть крутая идея устроить всероссийский квест. Вообще-то не квест, а, например, игра, головоломка или выполнение некоторых заданий. А почему нельзя назвать это квестом? А все потому, что это иностранное слово. Так решили в Совете Федерации. Глава Росмолодежи Александр Бугаев употребил слово «квест» в своем докладе, и у сенатора Таймураза Мамсурова возникли вопросы. Дескать, это не патриотично, не наше это слово. Ольга Коведиди поддержала коллегу и предложила выдумать синоним. Конечно, у нас вот квест-комната, дверица квадратов. Не понимаю, как вообще принципы будем называться. Марсель Рахматуллин, управляющий компанией по организации квестов. Это приключенческая игра, где главные герои решают логические загадки и преодолевают препятствия. По словам Марселя, инициатива сенаторов имеет под собой основание, но альтернативу квесту найти затруднительно. Странно, мне интересно, конечно, на какое слово хотят заменить его, и как будут относиться. Конечно, я понимаю, что в Казани процентов 30 не знают людей, что такое квест. Лидеров молодежи эта новость удивила. К заимствованию многие уже привыкли. Квест, хоть слово и молодое, но уже достаточно популярное. На самом деле очень много заимствованных слов, в том числе слово «федерация», «комитет» и «сенатор» – это тоже заимствование. И если уж на то пошло, об этом тоже нужно говорить. И я считаю, что от того, что мы заимствуем отдельные слова, вот в том числе слово «квест», это вряд ли может сказаться на эффективность нашего патриотического воспитания. Мы живем своей жизнью, где есть и квесты, и флешмобы, и дизайн-маркеты, и другие незнакомые сенатором иностранные слова. И таких заимствований, кстати, немало. Селфи-челлендж, свитшот, хайп – они уже плотно вошли в обиход молодежи. Особенно флешмоб. Это массовая акция в общественном месте. Без него не обходится практически ни один праздник. В них участвуют даже целые города и страны. Флешмоб можно заменить словом «активность», но другой вопрос, насколько молодежь поймет, что мы сегодня проведем не флешмоб, мы проведем сегодня активность. Вместо слов «селфи» предлагали себяшку, там еще какие-то слова. Ну и кто их теперь использует? Ток-шоу, лайв, синхрон, стендап – все заимствованное. Это словарный запас любого телевизионного журналиста. Чем их заменить, нам подсказали казанцы. Они, кстати, разделились на два лагеря по возрастным группам. Оставила бы русские слова. Какие? Ну, я не знаю, что вообще... Как бы назвали квест? Я не знаю, что это такое. А ток-шоу? Ну, конкурсы какие-нибудь, фестивали. Фестивали, наши русские слова, их надо ставить. Мне понятно. Концерт? Ток-шоу назвали бы концертом. Да, вот, например. А квест? Не знаю. Нам это дикое слово. Вы против? Против. Я не вижу ничего страшного в том, что говорить квест, там, это не наше как бы слово. Говорить же тоже неправильно, чисто там на русском языке говорить не два, а пара, грубо говоря. По-другому можно объяснить слово квест. Вот я сейчас сходу не придумаю ни одной альтернативы. Почему бы и нет, когда именно это слово объясняет всю суть чего-то. С таким же непониманием, похоже, столкнулись сенаторы и Росмолодежь. Так или иначе, квест теперь в Верхней Палате под запретом. Замены обещали придумать вместе с волонтерами. В неравных условиях Госдума отклонила законопроект о государственных гарантиях равных возможностей мужчин и женщин в России. Документ был принят в далеком 2003 году, но только в первом чтении. В 15 следующих лет авторы так и не смогли добиться его полного утверждения. Сегодня считают, что он не совсем актуален. Так ли это, мы спросили казанцев, нужен ли такой закон. Женщины ничем не хуже мужчин, вот, тем более женщины и пуму не уступают мужчинам. Ну, они больше работают в культуре, в образовании. Я считаю, там они сильны. Например, наверное, там процесс воспитания, наверное, проще осуществлять женщины. Моряк, шахтер, летчик. Это, наверное, да, может быть, там женщины, конечно, ну, это исключение, скорее всего, да. У женщин больше способности вообще к пониманию. Когда я кончила университет, я поехала работать и работала инженером, занималась тем, что строили не все проводы, а резервуары. И я знаю, что моя зарплата в среднем была на 30-40% ниже, чем точно такого же инженера и мужчины. И это я абсолютно никогда не скрывалась. Объяснялось это тем, что, ну, просто у парней есть дети, им нужно больше денег на то, чтобы покупать сигареты и как-то развлекаться. А в России вообще, да, есть такое, что на одних и тех же должностях мужчины получают, ну, больше зарплаты, чем женщины. Ну, давно уже на праве, как бы хотят работать, хотят не работать. Просто матриархат приближается, и это чувствуется. Мальчики слабеют. За уникальной водой со всей республики в селе Средней Девятого Лаишевского района сегодня юбилейный праздник родника. Источник, который старше самого села 10 лет назад благоустроили. И слава разнеслась далеко за пределы села. Кто подарил роднику вторую жизнь и чем она так манит, узнала Лина Зинатулина. Водится холодна, а праздник теплее с каждым годом, а главное масштабнее. Гуляют сегодня с утра до ночного салюта. Этот день родника юбилейный. 10 лет назад источник получил вторую жизнь, а со временем и благоустроенную площадку вокруг. На праздник родника съезжаются и угоститься водой, и блеснуть талантом. Ансамбль Зоренька из Сокуров здесь уже третий год. Конечно, восхищаемся природой. Здесь вот озера, и вообще красота неописуемая. Родник, который поил местных жителей еще во времена Ивана Грозного, сегодня известен не просто в районе и республике. За уникальной водой приезжают даже из других городов России. Как, например, Людмила Филиппова старается выбираться сюда каждое лето, а праздник еще один повод. Каждый раз лучше и лучше становится. Ну, 10 лет, как не приехать, 10 лет родника. Часто ездим. Здесь очень вкусная вода, поэтому для дома, для питьем. Водичка шикарная, суперлюкс. Такой водички я вообще это... При допустимой мутности полтора-два миллиграмма на литр здесь меньше одной десятой. Никаких вирусов и опасных бактерий. Ильдар Стекольщиков здесь впервые по совету друзей. Никаких? Нет. Хотите попробовать? Нет. Водичка исключительная. Пацаном мы ходили, здесь совсем было все по-другому. Все было заброшено. За эту красоту среднедевятовцы благодарят земляка Алексея Демидова. Возглавляя счетную палату республики, не забывает о родной деревне. И сегодня видит, что на празднике с каждым годом больше детей. И я хочу и верю, что молодое поколение будет жить счастливо не только где-то, но и в своей малой родине. Вот именно в своей малой родине. В целом по селу сделано благоустройство, тротуары, идет капитальный ремонт школы в рамках программы и ремонт детского сада. Село растет и меняется, а вода в роднике, как делятся местные, будто становится еще лучше, ценнее. Лензина Анатольевна, Андрес Натальцев, ТНВ, Лаишевский район. В селе Зюри Мамадышевского района прошел самобытный фестиваль кряшенской культуры. Для гостей насыщенная программа. Это и спортивные игры, выступления творческих коллективов и профессиональных артистов, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, конные скачки и чествования Батыра Петрау-2018. В этом году впервые состоялся фольклорный конкурс-фестиваль кряшенского этнического искусства. Петру в день укряшен один из самых важных праздников в году, считается календарной границей года. Сегодня Татарстан празднует день рождения земляка Гаврила Державина. 275 лет назад он родился в поселке Сокуры-Лаишевского района. Поэт, сенатор, тайный советник. Им до сих пор вдохновляются и литераторы, и юристы. Об уникальном человеке для России и Татарстана Альвина Асалгараева. Романсы, авторские переводы и первозданная классика. Стихи Державина. Сегодня звучат из уст десятков почитателей его творчества, и каждый вносит свою. Поэт Ринат Харит стал первым переводчиком державинского наследия на татарский язык. Это целая вселенная мировой поэзии. Очень глубокая, очень интересная, яркая, разносторонняя поэзия у Державина. Металлов твержен и выше пирамид. Так писал Державин о поэтическом памятнике, который воздвиг себе еще при жизни. А у монумента в лесском саду сегодня горы цветов. Имя Гавриила Романовича Державина тесно связано с этими живописными местами. Он родился в селе Сокуры-Лаишевского района, где и провел все детство. В последний раз он был здесь в 1784 году. Тогда надеялся встретиться с матерью, но она умерла за три дня до этого. Его отец и мать похоронены в селе Егорьево. Дорогая Дарья Алексеевна, я всегда вам рад помочь. Всегда. Здесь и главная интрига вечера. Кому достанется престижная Державинская премия. Получил ее писатель Алексей Астудин за сборник стихотворений «Вишневый сайт». Пишу я, как всегда, за жизнь городского человека. С чем связана она? С любовью к собственному городу, с любовью к женщине, с любовью к друзьям, к детям своим, к жене. Он глубоко был обеспокоен жизнью общества в России и в своей Державе. И, соответственно, сегодня вот те, кто присутствует на празднике, они также демонстрируют интерес ко всем процессам, происходящим на этой земле. Ну, вы видели, что премия была вручена человеку, который также рассказывал о государстве в своем творчестве в стихотворной форме. Державин был министром юстиции Российской империи, а потому принято решение вручать две премии литераторам и юристам. Но от последних кандидатур на соискание в этом году выдвинуто не было. Альбина Асалгараева, Рина Цафин, ТНВ, Лаишевский район, Казань. Яркие номера, красивые костюмы и десятки талантливых детей. В Казани прошел международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Слияние культур». За высшую награду в Грам-при соревновались творческие, хореографические, музыкальные, театральные коллективы. Возраст участников от 7 до 18 лет. Ребята приехали из России, стран СНГ, Европы и Азии. Конкурсанты, ставшие лауреатами первой степени, примут участие в суперфинале ежегодного проекта «Салют талантов». Он пройдет осенью в Санкт-Петербурге. Здесь участники будут бороться за главный приз – 500 тысяч рублей. У нас самая широкая география, потому что суть нашего проекта – это, конечно же, выступить на сцене, конечно же, показать свой талант, попробовать себя перед зрителями. Я уже не в первый раз, а в второй. Мне очень нравится организация этого конкурса, все так собрано. Говорят, точное время, ты в это время выступаешь, и все прям шикарно. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В Сити». Я же с вами прощаюсь до вечернего выпуска. Он будет в 21.30. Всего вам доброго. Всем привет! Вот и все. Остались буквально сутки до того момента, как мы узнаем победителя чемпионата мира по футболу 2018 года. И попрощаемся с чемпионатом. Так грустно. Но мы не унываем, потому что, как говорят учителя на каждом выпускном, мы расстаемся, чтобы встретиться вновь. Давайте вспомним эмоции этой недели. Россия-Хорватия. Был действительно мощный матч. Наши ребята сильно старались, но чуть-чуть не хватило. Мы хотели доказать всей стране, что мы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране за эти эмоции. Наши сердца разбиты. Дзюба, конечно, красавец. Мы гордимся нашей командой, которая заслуженно стала четвертьфиналистом чемпионата. Но больше всего не повезло журналистам, которые брали интервью у главных усов... Ой, прошу прощения, у главного тренера нашей сборной Станислава Черчесова. Еще есть вопросы? Была ваша речь перед дополнительным временем, перед пенальти. Как можно вообще... Еще раз спрашиваю, еще есть вопросы? Что я вам должен говорить? Что я говорил или что раньше? Дальше есть вопросы. В первом тайме игра не понравилась вам. Как вы реагировали? Еще есть вопросы? Думаю, именно после этого в Инстаграме появилась новая функция задать вопросы. Теперь каждый в Инстаграме... Кстати, FIFA признала нашу сборную лучшей командой чемпионата по игре в защите. Так что, если вам нужен будет где-нибудь защититься, достаньте просто фотографию нашей сборной и держите ее рядышком. Но чемпионат не перестает дарить нам положительные эмоции. Это просто, судя по виду, иностранная бабушка, которая на Баумана играет Катюшу и собирает жителей и гостей нашего города. Говорят, что все-таки она наша, казанская. А как играет? Вот так вот весело у нас. Так что и ты не сиди дома, а выходи и пой с нами. Блин, сказал сейчас как участник программы «Играй гармонь». И пока сильно не разыгрались, наша постоянная рубрика в сети с президентом. Рустам Миниханов на этой неделе был на инаугурации президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана. После чего принял участие в церемонии запуска производств гидроочистки керосина и дизельного топлива в Нижнекамске. После чего президент, скорее всего, захотел что-то похимичить, и получилась нефть. Вообще всегда, когда татары что-то химичат, в конце все равно получается нефть. Вот такой вот у нас особенный народ. Кстати, 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 чуть не забыл самая-самая важная новость. Если вдруг вчера с вами происходили какие-либо непонятные вещи, не переживайте, друзья. Вчера было просто пятница 13-е. Вот и все. Итак, рубрика «Уроки маркетинга». Американский бренд одежды в рамках рекламной кампании в честь своего дня рождения спрятали тысячи долларов по всему Нью-Йорку. Найти эти деньги мог любой человек. Для этого организаторы оставили множество подсказок. В итоге, кто был более-менее внимательным и любознательным, тот и стал богаче на пару тысяч долларов и получил подарки от магазина. Так что, друзья, будьте внимательны. Это я не к тому, что сейчас надо взять, все бросить и бежать, искать эти деньги. Просто чуть-чуть внимательней. О, соточка. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. Первую строчку, как и на прошлой неделе, я предугадал, занимает матч Россия-Хорватия. На втором месте матч Франция-Бельгия, где французы обыграли бельгийцев со счетом 1-0. Также в топе Хорватия и ее президент. Видимо, это все связано с футболистом вида. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, забавные видео, интересные фотографии. И они обязательно будут в сети. Пока! Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в июле со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В воскресенье погода будет нестабильна. То выглянет солнце, то пройдет дождь. Но температурный фон существенно не изменится. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики ожидаются дожди. Температура воздуха составит плюс 25 градусов. На северо-востоке Татарстана будет облачно. Пройдет дождь плюс 26. На севере республики тоже дождливо. До плюс 27. На северо-западе Татарстана ожидается переменная облачность временами с дождем. Там температура воздуха составит плюс 25 градусов. На юго-западе республики облачно, но без осадков плюс 26. В центре Татарстана местами пройдут дожди. Там температура воздуха составит плюс 26 градусов. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Росбанк, группа ССИТ «Женераль», российский банк международного уровня. Пакет премиальной Росбанка – это сочетание привлекательных условий размещения денежных средств, высокого комфорта и конфиденциальности обслуживания. В Казани местами возможен дождь. Температура воздуха составит плюс 26 градусов. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Магнитное поле земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.